Может что-то в школе подправить? Уровень подготовки выпускников российских вузов продолжает падать, в том числе из-за снижения качества школьного образования, заявил глава РАН Александр Сергеев, по мнению которого одна из главных проблем современной школы отсутствие идеологии, объединяющей жителей страны, нужна ли нынешним школьникам идеология. Президент РАН предложил решить проблему качества школьного образования с помощью идеологии. По словам Александра Сергеева, падение уровня подготовки выпускников российских вузов вызвано в том числе снижением качества школьного образования, а последнее обусловлено отсутствием идеологии, объединяющей жителей страны. Ранее похожие идеи прозвучали в Госдуме среди уполномоченных по правам ребенка. Нужна ли школьникам идеология, выяснял Андрей Ромашков. «Высказывания президента Российской Академии Наук о нехватке идеологии в учебных заведениях прозвучали на форуме «Молодежь и наука». Качество студента на выходе из университетов не улучшается, падает. Но когда университетам высказывается такая претензия, те кивают на школы. А из школы что приходят? Такие, что, извините, надо таблицу умножения учить. Приводит ТАСС слова Александра Сергеева. По мнению главы РАН, в образовательном и научном сообществе, цитата по РИА Новости, «наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. Идеология должна строиться на тех ценностях, которые объединяют нас в этой стране». В том же выступлении Сергеев произнес и более стандартные фразы о необходимости повышения престижа учителей, но реплики про идеологию привлекли гораздо больше внимания. Так нужна ли в школах идеология? Мнение озвучивает заслуженный учитель России и директор Центра образования номер 109 в Москве Евгений Ямбург. Давайте не путать мировоззрение и идеологию. Дело в том, что идеология – это омертвевшее мировоззрение, которое навязывается. А вот мировоззрение надо детям помогать формировать. Нужна передача ценностей и смыслов культуры, которыми занимаются сегодня педагоги в многих школах России. Это же тоже большая ложь. Это фейк такой. Вроде бы как в 90-е годы мы перестали заниматься воспитанием. Ничем мы не перестали заниматься. Потому что в походы перестали вводить детей, делать с ними спектакли, совершать экспедиции. Это и есть воспитание реальное. А если накачивать детей идеологическими клише, никому это ни в чем не поможет. А только вызовет недоверие к нам и смех среди детей, которые от них не дураки. Поэтому пытаются реальные проблемы спрятать за вот такими клише идеологическими. Это от беспомощности, от страха, а еще от желания угодить начальству. Как напоминает РБК, после стрельбы в Казани о необходимости государственной идеологии, которая должна пронизывать всю школьную программу, заявил и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Схожую идею озвучила в эфире Соловьев Лайф, уполномоченная Татарстана по правам ребенка Ирина Волынец. Цитата. Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, ситуация будет повторяться. С чем связаны такие высказывания? Рассуждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, член КПРФ Олег Смолин. Это во многом связано с традицией российской педагогической деятельности. Я вам напомню, что совершенно разные люди многократно говорили о том, что, например, в Белинске есть много родов образования, но выше их всех стоит образование нравственной идеологии, это ведь система ценностей. Поэтому если имеется в виду идеология правящей партии, это одно понимание идеологии, этим, кстати, может и кончиться. Если имеется в виду общенациональная идеология, ну, например, взлета качественного образования и науки, и на этой основе достижения передовых позиций, в том числе в экономике, это другое понимание идеологии. Система ценностей совершенно точного образования нужна. Все зависит от того, как понимать идеологию. Почему политическая позиция, в том числе и я, боимся появления идеологии, потому что мы предполагаем, что идеология, условно говоря, национального возрождения, может быть подменена идеологией одной партии. Никакой конкретики президент Ран не озвучил. Да и не вполне понятно, какой вообще может быть школьная идеология в России. В принципе, в большинстве учебных заведений и так празднуют 9 мая и изучают на общество знания и конституцию. В тексте которой, кстати, даже после поправок осталось написано, что в России признается идеологическое многообразие, и что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Да и вообще, как только кто-то предложит учить школьников не только думать, но и думать идеологически верные мысли, дети отреагируют традиционно. Любые усиленно внедряемые установки вызовут у них отторжение. Идеология и все то, на чем она будет зиждеться, будут назло взрослым высмеивать в мемах. А этого ли добиваются авторы инициативы? Дискуссия вокруг нехватки идеологии в школах проходит на фоне обсуждения постановления Кабмина, которое должно разъяснить действия закона о просветительской деятельности недавно принятого Госдумы. В пятницу противникам реформы удалось одержать промежуточную победу. В Минобранауке сообщили, что проект подзаконного акта будет доработан с учетом предложений, поступивших после общественного обсуждения. В воскресенье у главного здания МГУ в Москве состоялась акция протеста против реформы. По разным оценкам мероприятия приняли участие от 150 до нескольких сотен человек, 20 из которых задержала полиция. Минобранауке доработает постановление о просветительской деятельности. После волны критики со стороны представителей профессионального сообщества, как в адрес самого документа, так и закона, применение которого он должен был прояснить, ведомство решило скорректировать содержание подзаконного акта. Сам закон останется в силе. Ученые, айтишники и деятели культуры и искусства считают решение доработать постановление своей маленькой промежуточной победы, но в будущем все равно смотрят с опаской. Иван Медведев продолжит. Законопроект о просветительской деятельности вызвал массу негативных эмоций у экспертов еще в момент его обсуждения в Думе. Против закона выступали члены Российской академии наук и популяризаторы науки. Петиция набрала более 200 тысяч подписей и так далее. Но в итоге документ был принят. И как отмечали многие собеседники Бизнес.ФМ, сам закон, на их взгляд, был плохим и ненужным, но рамочным. А поэтому страшен был не сам закон, а те подзаконные акты, которые за ним последуют. И вот в апреле Миноборнауки опубликовала проект постановления об утверждении положения об усуществлении просветительской деятельности. Документ предполагал, что в понятие просветительская деятельность попадут любые лекции, презентации, размещение аудио- и видеосообщений в интернете, а также работа в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности. Потенциальные просветители должны были, согласно документу, иметь как минимум двухлетний опыт работы по заданному направлению и так далее. На портале обсуждения проектов нормативных актов документ тут же получил более 100 негативных отзывов и более 25 тысяч негативных оценок против 70 положительных. Осудили документ ученые, объединение Google, Apple и Яндекс, 1С, IBM и IB Group, Mail.ru Group и лаборатория Касперского, представители культуры, экскурсоводы, музеи и так далее. В Миноборе критики прислушались, чему очень рад исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Мы не можем предусмотреть, что еще придумают разработчики. Ведь разработчики не всегда виноваты, они всегда думают о своем узком сегменте. Они работают вглубь, им не хватает широты взгляда, а закон имеет действие на всех и на все. Поэтому было бы достаточно надежной страховкой, если бы подготовлен документ пустили по положенной процедуре. То есть все-таки сначала обсудить документ с представителями профессионального сообщества, услышать и принять к сведению их замечания. Тем более, что этот документ затрагивает очень широкий пласт общества. Эксперты к обсуждению готовы. Свои поправки уже предлагал астрофизик и профессор Ран Сергей Попов. И он же выделил три главных пункта, которых постановлениями на образование точно быть не должно. Во-первых, нужно убрать приравнивание просветительской деятельности к образовательной. То есть нужно убрать полностью упоминание 331 статьи Трудового кодекса, запрет на просветительскую деятельность несовершеннолетним, убрать двухлетний стаж. Второе, поскольку поправки были приняты в закон об образовании, логично, если положение будет применяться исключительно к образовательной сфере, даже, я думаю, к бюджетной образовательной сфере. И поэтому нужно из-под действия положения как минимум выводить научные учреждения и сферу культуры. Ну а как максимум выводить некоторые учреждения образовательной сферы. И, наконец, третий пункт, связан с необходимостью заключения договоров на просветительскую деятельность, в каком бы формате она ни осуществлялась. Попов, например, предлагает, чтобы договоры оформлялись только тогда, когда выступающий за свою работу получает гонорар. Очевидно, что в ближайшее время просветителям придется очень много работать над документом, для того, чтобы потом хоть как-то работать просветителями, если, конечно, к работе над постановлением профессионалов реально допустят.